доброго вечера дня привет у нас тут вот так уже темно за нашими периодами темнота сегодня мы встречаемся вновь с нашим дорогим другом учителем володи майкл вам человек который для нас для нашей команды большой эксперт в теме лабиринтов подсознания работы с транс персональными пространствами с человек который прошел невероятный путь от пионера транс персонального движения до режиссера и мы в этом даже немножко поучаствовали очень любим вести диалоги с володей потому что это всегда такой глубокий обмен и это обмены с вами со зрителями очень радуемся узнавая что даже некоторые после наших совместных таких встреч пошли у володи учиться кто-то поступил на кафедру трансперсональной психологии это большое дело володя по-настоящему энциклопедия источник знания очень теплый человек в общем с большой радостью хочется с ним поговорить насчет пути творца и прекрасный оратор володи как для нас как современный джозеф кэмпбелл привет дорогие привет 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 мы чуть-чуть тебя попредставляли как как обычно я чуть-чуть самый хвостик слышал я так неспроста сказал что как современный джозеф кэмпбелл я знаете так так вот чуть-чуть в эту сторону закинул зернышко потому что володь на самом деле путешествие героя тему как для тех кто уже смотрели эфиры раньше вы знаете что володя разбирает глубоко в принципе всю жизнь по моему тему путешествия героя занимаясь этим делом да и сам того не ведая вот как-то вот получилось что восемь путешествий открыл героических да да то есть а сегодня как раз это тоже ведь очень родственная тема для сегодняшнего процесса сегодня мы хотим поговорить на тему творчества у нас как ты знаешь недавно появилась новая рубрика в проекте путь творца и задачи этой рубрики мы видим для себя всей команды это глубоко погрузиться в размышления и вообще в разбор темы архетип творец и и вообще это о чем что такое когда те кто рождаются отмечены этой меткой путь творца творец что они проходят через чем они сталкиваются такие люди и все ли вообще творцы по своей природе и как не выгорать когда ты творец и как вообще правильно с этим миром коммуницирует потому что очень часто это не только про радужных единорогов и ванильное небо пастелево иногда это про очень даже непростой жизненный путь вот творец наверное прежде всего это тот кто не устает спрашивать задавать вопросы вот как ты сейчас вроде бы сводил тему и задал одновременно мне и зрителям отвечать на которых можно долго не не только час нашего эфира всю жизнь потому что это вопросы там и сущностному измерению это вопросы от которых не отвернешься да это сродни вопросам достоевского там тварь я дрожащий или право иметь или то есть свободный человек который сам может определять свою жизнь и путь творца именно с этим связан и сущность творчество в человеке в древних времен и сшими устремлениями с высшими стать проводниками высших творческих энергий с тем чтобы стать словами там образами то есть вот с тем чтобы в конце концов и самому стать созидателем то есть будучи человеком открытие божественное бесконечное начало до созидать это да высших существ они сотворили и как мы помним в древних антологиях мира созидатель 1 это тот кто сотворил этот мир вместе с людьми которые населяет но человек открыл себе божию иску мировые религии связанными нас и вот это наверное взлет творчества который связан с этим если период примерно тысяч лет мы подражали богам своей жизни то в эпоху классической энергии мы стали дерзать на то чтобы сами боги а значит сами можем творить создавать миры и более того каждый из нас полноценная вселенная и поэтому творчество это открытие этой вселенной этой бесконечности этой божественности тебе первое на разных путях интуитивная в кошмарах в сновидениях в отношениях могут быть вспышки в духовных практиках и затем делиться этим то есть просто будущее в человеческом теле скаландрия живя на планете земля да делиться этим божественным бесконечным измерением на всех доступных нам языках поэтому творцы это ученые которые открывают законы мира измерения мира технологии это социальные работники политики который хотел построить как и многие другие социальные религиозные лидеры царствия божьего на земле совершенная обитель для людей совершенное пространство для жизни для общения для творчества это конечно же люди артисты принадлежащие вот к этому кругу те кто создают произведение искусства конечно и те кто их исполняет это тоже творческий акт да хотя мы читаем стихотворение или поем песню или перерисовываем что-то в нас есть в этот момент два очень важных момента творческого акта то есть первое мы когда что-то перерисовываем например я вхожу в состояние создателя в состояние Леонардо в состояние в состояние всеобщей вечной женственности вот красоты андрогена которая совершенного человека которого в Джаконде нарисовал Леонардо единство мужского и женского да и я выражаю себя через это то есть свое понимание свою полноту жизни конечно творчество созидание открытие нового это все взаимосвязанные процессы которые просто ну вот в нашей жизни которая поделена там на разного рода деятельность уровни иерархии эти вещи разделены но все не делимые атрибуты творца и творческой жизни да открывать и созидать делиться открывать и созидать и конечно поскольку мы этим делимся то важнейшую роль в творчестве играет наша способность передавать наша способность общаться на всех возможных языках поэтому первые самые творцы это конечно шаманы которые слышали слышали голоса всех обитателей этого мира духов всех всей вселенной всех миров и были проводниками этих духов они были творцами просто по самой своей работе такая работа и мы с тобой знаем ну Николая Оржика творца шамана современного Веру Саженова выдающуюся не только шаманку целитель но и джазовую певицу импровизатора барда которая записала несколько дисков великолепных художниц и так далее то есть этот фонтан фонтан творчества невозможно конечно остановить потому что это наше предназначение это я бы сказал наше эволюционное предназначение и один из важнейших двигателей нашей эволюции вот почему мы недавно назвали как раз нашу конференцию творчества как суть эволюции октябрьскую конференцию где вы тоже выступали ассоциации транспарсональной психологии психотерапии и это было своего рода парафраз из названий известнейшей книги анри бергсона творческая эволюция 907 год за нее он получил нобелевскую премию по литературе правда потому что по философии не учреждено и это в этом слогане творческая эволюция тоже выражается важнейшая для меня взаимосвязь творчество это действительно суть эволюции без творчества невозможно никакое развитие потому что целью эволюции в этом смысле является становление ну на относительном человеческом уровне это становление зрелым старейшином взрослым достиг достижения полного рассвета и раскрытия да а в окончательном измерении это стать всей вселенной да вот и выразить ее в человеческом измерении в человеческих жизнях а может быть и дальше кто знает там к чему нас приведет творческая эволюция поэтому конечно наряду с героизмом я помнишь в наших беседах делился своим пониманием что героизм это основная энергия нашей жизни да и она вот так сложилась человеческая ситуация что она движется по восьми главным маршрутам структурам и поэтому и курс называется восемь историй которыми мы живем да потому что этим структурам соответствует восемь главных историй одна из этих историй это история о творце о пути творца это тоже героическое путешествие и точно так же как в базовом модель служащим модели для всех остальных путешествий которые впервые описал Джозет Кэмпл мифическое путешествие героя герой слышит имеет чудесное детство да встречает в юности волшебных помощников и обретает предметы силы слышит зов неотвратимым образом откликается на этот зов преодолевает стражей которые не пускают стражей порога отправляется в новый мир неизвестность на поиски встречается с невероятными испытаниями побеждает чудовищ драконов в мифическом путешествии это символы овладения энергией хтонической энергии чудовищной энергии энергии природы энергии вселенной которая если мы не владеем разрушит нас разрушит общество ну например негативные эмоции страсти с которыми работает во всех духовных традициях и мировых религиях и наконец после побед возвращается с даром к человечеству в обобщенном виде это дар управления энергией это дар как теперь мы можем продолжать дальше будучи хозяевами энергии хозяевами своей жизни и своего роста и в путешествии творца у нас тоже есть зов у нас тоже есть предчувствие и все дети творцы абсолютно то есть я не видел ни одного ребенка ну нормального здорового ребенка я имею ввиду без несчастья без каких-то болезней или дефектов а вот нормальный ребенок ребенок в нормальной точной семье растущей он творит он радуется он каждый день созидает новое и мы все помним свое детство и то как долго длился каждый день в нашем детстве нескончаемо и в каждом не было столько много нового которое вызывало такой живой такой непосредственной радостной отклик и к сожалению для большинства из нас когда мы стали взрослыми ситуация обратная дни меняются одно за другим очень быстро и в каждом не очень мало нового мы попадаем постепенно незаметно предавая свое творческое начало не рискнув отправиться в героическое путешествие творца попадаем в колью повторяется все как говорил великий философ Мирап Амбардашвили что не сделано то есть не завершено до конца если мы все в детстве творцы по своей природе и мы слышим зовы к творчестве но мы не доделали не откликнулись на этот призыв не встали на путь творца то тогда наша жизнь будет повторяться и повторение будет кошмаром потому что это день сурка это попадание в одну и ту же колею патефона кармического жизни когда заела пластинку и играет одна и та же песня и конечно же радикальное лекарство здесь то же самое которое вкус которого вернее мы впервые получили в детстве это творчество это в любом возрасте в любой ситуации отправиться в путешествие и из всех человеческих дел из всех человеческих путешествий творчество является наверное самым радостным самым успешным самым близким человеческой природе путешествия и мы можем через творчество спастись от любых болезней от любых ограничений от незнания творя мы создаем новый реальный мир и конечно же путь творца это наверное самый прекрасный самый волшебный самый сказочный путь из всех героических путешествий извинись так долго я даже не хотел тебя как-то здесь вклиниваться это очень цельно было ты знаешь мы назвали же нашу сегодняшнюю встречу безумие и исцеление потому что ведь путь творца он как раз это об этом это и про безумие и про одержимость творческую и про исцеление через творчество и вот про целую эту палитру красок на этом пути скажи пожалуйста вот вот ты же знаешь наверное это явление когда ну даже вот третяковскую галерею взять когда ты ходишь и смотришь картины их разглядываешь и они привлекают твой обзор но в какой-то момент вдруг осознаешь что силы куда-то исчезают и очень часто вот многие наши друзья после например в частности после третяковки рассказывали что какой-то упадок прямо обессиливание энергия куда-то ушла и есть произведения которые очень наоборот наполняют и вот здесь мы касаемся такой важной темы как ответственность творцов то есть мы так слух размышляем на эту тему таким образом что ведь через творчество можно легко заниматься арт-терапией ну арт-терапия собственно это как раз исцеление через творчество но можно вот таким образом например сливать свои тяжелые состояния какие-то формы выражения типа создавать фильмы ну я не буду приводить примеры что пока не хочу показывать свои отношения вот так же писать картину музыку и вот на каком-то уровне мы это выкидываем зрителю даже очень часто в обход сознанию на какие-то очень глубинные слои и получается таким образом что мы вот сейчас вот вопросы хотели поднять такие которые не часто затрагиваются поговорить про причинно-следственные связи про то что например там пятьсот лет назад кто-то выплеснул свой внутренний мир в какое-нибудь великое произведение которое до сих пор входит в наше сознание глубоко действует мы из этого выходим на улицу коммуницируем с другими людьми слушаем машины с нами что-то происходит вот это же ведь о таких тонких вещах о том что через вот выплескивание творческой одержимости можно освободиться от своих там внутренних тараканов а можно наоборот созидать это как раз вот про разницу вот в подходе в разницу в этих видах в то что становится искусством ведь есть то что очень разрушающее есть очень наполняющее когда вот ты рассказываешь часто про художников-визионеров вот мы кстати недавно Люка Брауна снимали вот художники-визионеры которые через свои картины причем я к своему удивлению когда мы снимали Люка Брауна вдруг осознал и увидел что гигантские полотна которые кажется что это фотошоп и то нужно быть мастером фотошопа чтобы такие порталы создавать оказывается это кисточкам и масло и представляешь акрил да акрил и ты понимаешь что перед тобой просто разворачиваются миры которые вызывают очень глубокие медитативные яркие светлые мощные переживания или например какая-нибудь форма падмасабхавы которая заставляет задуматься например ну то есть вот такую вот ответственность что через наши вот наших вот даже у Алекса Грея помнишь такая есть картина где художник держит кисть и у него через эту кисть через глаза какие-то вселенные миры выливаются на холсты вот скажи пожалуйста это ты любишь тему безумия творчества вот и исцеление через творчество это мы тоже с тобой неоднократно говорили есть ли у тебя здесь какие-то размышления какие-то подсказки вот относительно ответственности творцов перед ну теми кто кто прикасается к их творениям что здесь нужно учитывать предостережения какие-то испокон веков когда мы говорим о творчестве мы подразумеваем красоту а когда мы говорим о красоте мы подразумеваем мы подразумеваем творчество то есть это нераздельные вещи но красота в свою очередь она познается через безобразное недаром существует вот у выдающегося итальянского писателя и эстетика он написал маятник фуковни вылетело из головы его имя у него есть замечательные книжки то есть о красоте и о безобразном вот две одни из самых лучших наверное для понимания смысла сути искусства и вот с конкретными совершенно примерами поэтому конечно вот когда мы говорим об ответственности художника о том что наше выражение своего мира может восприниматься по-разному и оказывать разное влияние на людей здесь всегда есть ну два аспекта то есть есть то что Георгий Иванович Гуржеев называл объективным объективным искусством и объективное искусство оно связано конечно всегда с абсолютной красотой да и красота выражает суть мира его бесконечность его игривость его структуру его эволюционное измерение она помогает нам развиваться помогает угадывать то есть вот эти критерии очень важны для понимания того что Гуржеев говорил об объективном искусстве и конечно же существуют различные уровни восприятия ну одного и того же произведения как по-моему Даниил Хармс там в одном из своих случаев описывал там человека одного человека который смотрел или прочитал произведение Пушкина восхитился другой человек прочитал говорит а по-моему это фигня а ответственность ломня это вообще не трогает то есть у нас могут быть на нашем уровне ну разные восприятия в том числе и негативные восприятия различных произведений нет того чтобы одинаково нравилось тем в мире относительного творчества это связано конечно с тем что никто из нас не совершенен на этом уровне то есть редко кому удается вполне в полной мере выражать абсолютную красоту которая является благом для всех людей несомненным благом но скажем для православных христиан иконы Андрея Рублева наверное выражает вот такую невероятную объективную красоту и как талантливо рассказал нам Тарковский в истории жизни Андрея Рублева наверное это связано тем что и Богородица да и спас и ангелы Рублева сквозь их небесные лики струится вся земная жизнь с которой так близко вступил в контакт монах Андрей помнишь в Рублеве сцены Ивана Купала да знакомство с язычеством да женщина целует монаха и обнимает обнаженная или они попадают там где играющий скомарох Орлан Быков да вот скачет и полуумство то есть Тарковскому было важно показать жизнь Рублева как он стал великим живописцем то есть в его иконах через них через лики струится вся реальная жизнь и поэтому в божественно красивых измерениях есть все и то что называется бесобством и то что называется ересью и то что называется Ивана Купалой поэтому вот я думаю что вот это важный критерий то есть настоящее искусство оно передает реальность в полноте и в этом его дару ну некоторое отворачивается от творчества гигер на относительном уровне из конфессиональных соображений или таких моральных соображений общечеловеческих это чужие это дерьмо это смесь человека это уподобление человека роботом или еще хуже и в то же время и в то же время Станислав Гроф с тобой с вами да он недавно написал великую книгу о визионерской живописи и центральной персонажей книги половина книги как раз Ханс Руди Гигер его друг и его творчество и анализируя вот из всей глубины их знаний он считает описывает как величайшего пророка который выразил самые важные конфликты и тенденции нашего времени глубинные и если это не выражено как мы можем с этим работать как мы можем это опознать как мы можем от этого защититься поэтому ну вот наше творчество когда мы создаем произведения и следуем свои миссии я немножко когда мы с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым и его командой снимали фильм о Гигере в его замке в Грюере ну соприкоснулся и поговорил и с Гигером и с окружением и воочию смотрел картины я знаю насколько сложной тяжелой мучительной была его жизнь и его произведения да как они рождались в каких муках и как часто ему самому они приносили ну неприносимую боль но тем не менее силы сильнее его то есть силы реальности силы поведать человечеству и это чтобы люди не ослепли не отвернулись чтобы люди вовремя заметили чтобы полнота жизни не ускользнула поэтому вот в творчестве некоторых художников есть такой элемент да мы все одна большая человеческая семья и мы не можем все совершать только идеально красивые радующий взгляд формы мы создаем и безобразные и это нужно для того чтобы мы лучше воспринимали красоту потому что только на этом контрасте мы можем воспринять истинную красоту в этом конфликте поэтому я думаю что в конечном счете все определяется ну призванием предназначением мироощущением художника его человеческими качествами тем важно я думаю художнику как и каждому жителю вселенной быть хорошим человеком прежде всего или стремиться быть хорошим человеком то есть не использовать других людей стремиться чтобы искусство выражало что-то глубокое важное для всех людей то есть иметь как ну каждый настоящий творец всегда имеет адрес вы это прекрасно знаете да для кого вы творите всегда имеется мысленные образы всегда имеется вот человеческая семья к которому мы всегда обращаемся создаем поэтому я думаю что вот нету какого-то оформленного в какой-то концепции или в каком-то суждении однозначного представления этой необычайно сложной как и наша жизнь проблемы связанные с творчеством потому что подвести творчество под какую-то норму под какой-то закон это значит ограничить его и поэтому недаром в среде творцов существуют вот такие анархистские революционные протестные движения как бы мы назло всем покажем что мы можем творить все что угодно и в этом суть творчества и в этом люди творят правы как бы не ужасным готическим страшным ненужным отвратительным не казалось это творчество другим людям которые придерживаются других взглядов я думаю что и те и те и те и те по-своему правы и вот такая общая самополагающая правда состоит в том что мы все творцы у нас у всех есть дар и предназначение выразить себя по максимуму на всех возможных языках ну и конечно же если мы хорошие люди да то мы делаем это так чтобы это приносило максимум радости пользы развития всем остальным Володь ты сказал что сказать очень сложно ты сказал что красота познается через безобразие да она неотделима восприятие красоты неотделима от восприятия безобразия не через она и сама по себе познается но когда мы говорим красиво то всегда есть некрасиво где-то в пространстве у меня у меня у меня услышалось да услышалось именно слово безобразие оно же без образа то есть получается что то что без образа называется безобразием и вот это такая интересная игра слов рождается а ты знаешь что у нас да вот например паганизм да язычество на по-русски язычество на европейских языках паганизм да пейганс и поэтому по-русски там есть такое слово как паганки да паганки там и так далее да не говорят языче паганис там ну то есть это вот такие тоже очень сложные культурные вещи когда вот та новая социокультурная матрица в которую мы попали монотеистическая да матрица связана с единым богом она стала отбрасывать колоссальную тень в виде черного в виде дьявола и чем уже становилась наша коренная идентификация наша дневной осознанный поиск света любви доброты счастья радости тем больше становилась наша тень связанная со всем что этому противоположно и чем мы себя не проецировали и тем в большей степени мы эту тень стали проецировать на всех других прежде всего на чужих на иных на врагов и так далее кого мы считаем врагом на людей другой нации другой религии поэтому вот с этим нужно быть очень осторожно с выделением чего-то как единственные верные меры и понимать что все взаимосвязано а слова относительные и в них ничего целое не передается никогда хочется зрителей наших дорогих узнать как вам то о чем мы размышляем сегодня вопросы пишите друзья нам подскажет спасибо у меня вечером легкое память тогда случилось Володя а ты знаешь мы на прошлой неделе у нас вышел выпуск сильнейший с моей точки зрения выпуск с питерским скульптором Сергеем Кондрашкиным у нас глубокий разговор про творчество такой получился сорокаминутный емкий такой тебе кстати будет любопытно наверное он у него скульптура очень визионерские между прочим там целые трансперсональные вселенные у него здоров вот и он интересно что он так глубоко работает ему эрмитаж заказывают например там из бронзы сделать гравюры карт таро потому что он там много лет десять лет изучает таро и он может передать состояние каждой карты через образы и вот у нас с ним глубокий разговор был на тему такую что очень часто нам влетает какой-то образ ну откуда угодно образ вот и мы начинаем этот образ он поселяется и мы начинаем его раскручивать раскручиваем и целая череда событий запускается иногда ну так часто бывает что в какой-то момент вдруг раз что это было какое-то наваждение как я сам это откуда-то взял создал раскрутил а оказывается это все какая-то иллюзия была что все совсем было не так но на дел много дел всяких разных и вот мы с ним общались на тему такую что иногда мы не хотим чтобы нам влетали какие-то например очень деструктивные какие-то образы которые у нас поселяются и вот разговор на тему достаточно актуальный а есть ли способ развидеть то что не хочешь видеть например развидеть убрать образ ну в окончательном смысле нету да потому что это радикальное отличие нашего сознания от компьютера состоится в том что в сознании отсутствует клавиша делит а все что туда попало оно останется там навсегда в той или иной форме можно управлять движениями этого образа взаимодействием с другими частями нашей внутренней вселенной но невозможно отгородиться и исключить да это необратимый процесс очень важно понимать поэтому я думаю что стратегия художника как любого другого человека это жизнь с распахнутым полностью распахнутым сердцем распахнутыми глазами широко открытыми как Кубрик это в фильме назвал и конечно же вот как нам советовал Уильям Блейк духовидец мистик и художник широко распахнутые органы чувств двери восприятия вот тогда мы будем видеть мир в его истинной природе бесконечности вот это очень важно и если мы начнем фильтровать информацию и так далее стать такими горящими сторонниками какого-то движения изма определенного не знаю артистической школы или направления да то тогда нам не постичь всю полноту мира мы можем играть в любые роли в любые игры то есть в любые артистические школы и направления жанры в разные периоды своей творческой жизни но важно понимать ну относительность этих игр и того что есть все таки наряду с этим игра игр большая космическая игра да игра в нечто предельное великое путешествие творца чтобы стать одним из для того чтобы вселенная которую мы создали и очень важно не только создали но и раскрыли в своей жизни которые поделились это второй важный момент да она была не менее обширной бесконечной чем те которые мы знаем из истории жизни богов и творцов что ты когда-то давным-давно когда я прочитал космическую игру перевернул последние странички и нашел где соприкоснуться с теми людьми которые вообще как бы к этому знанию имеют какую-то причастность после моей той болезни 16 лет назад это было я тебе попал на первую тогда сэщи холотропное дыхание мы как-то сразу так достаточно подружились я помню что ты меня начал знакомить открывать всякие разные дверки и вот одна из этих дверок для меня была это александр ходоровский который со временем я считаю своим большим учителем творчества вот лун для меня например такой большой учитель александр ходоровский и александр ходоровский когда я читал его психомагию я на самом деле был под глубоким впечатлением о его размышлении то есть он мне туда навел мой фокус внимания о том что настоящий творец аморален настоящий творец находится за пределы морали то что если ты находишься внутри рамок морали он говорит что ты не творец вообще тогда потому что творец он это креатор это тот кто выходит за рамки а если ты ходишь внутри этих рамок как и Ницше который наверное первый эту тему открыл в европейской культуре по крайней мере да помните его название произведений там антихрист или другое произведение по ту сторону добра и зла как философствует молотом да то есть Ницше прекрасно понимал что если мы являемся послушными гражданами тогда век свободы век творчества нам не видать и нужно выходить за пределы привычек за пределы норм за пределы обусловленности и вся его жизнь была вот именно таким непрестанным выходом и его собственное творчество выраженное вот в том опыте которым он делился в виде книг оно было наверное ярчайшим примером недаром Ницше оказал максимальное самое большое влияние на всю российскую религиозно-философскую традицию и на культуру серебряного века все великие люди вот конца XIX первые третьи двадцатого века испытали невероятно мощное влияние Ницше и Ницше признается единственным философом который оказал влияние на все школы современной философии в разной степени и что это я знаю и на тебя и на меня это начало конечно Ницше прежде всего это преодоление границ жанров это показ у него есть замечательная метафора о том что философия это танец и себя он называл танцующим философом а Эммануила Канта например называл кенигсбергским китайцем да вот за такое исследование правилам логики изложений ну и имея ввиду что таким нормальным же мы в людям это и не близко и не понятно что конечно не отметает не умаляет величие философии Канта его открытий но просто это был чуждый Ницше язык он хотел танцевать а не ходить по струночкам и поэтому Алехандр Ходоровский он выражает вот ту же самую глубинную интуицию любого творца да что нужно выйти за пределы известного нужно отправиться в героическое путешествие нужно преодолеть вот то что охраняют стражи порога без этого ты не вырастешь без этого ты не познаешь нового без этого тебе будет нечего выражать потому что то что ты можешь выразить живя в прежнем мире давно уже всем известно и выражено а тебе нужен новый жизненный опыт личный опыт на этом пути и Алехандр Ходоровский психомагии мы знаем что вот его первые великие фильмы такие как Эль Топа Крот был любимым фильмом Джона Леннона именно Джон Леннон был главным спонсором следующего проекта Алекандра Ходоровского Святой горы он дал по миллион долларов на снятие этого фильма и фильмы последние я имею ввиду прежде всего танец реальности и бесконечную поэзию которые вышли в 2013 и в 2015 году сейчас по-моему в конце 19 вышел третий фильм Этих трех фильмах развивает идеи психомагии то есть эти фильмы являются уже своего рода таким наглядным выражением путешествие творческого путешествия героя именно поэтому он сам является одним из героев этого фильма они в значительной степени автобиографичны то есть с раннего детства как все это раскрывало как он пытался переходить границы и открываться неизвестному и конечно если посмотреть его жизнь с кем он общался как он там пересекал различные границы это сама по себе удивительно мы честно говоря два раза эту книгу проходили заново она для нас как учебником вообще стала то есть понятно это становится что это заявление под названием Алекандр Ходоровский когда читаешь с детства их поэтические акции которые они устраивали странные совершенно это театр безумия и там мистической кабаре и так далее слушай ты знаешь я еще немного Александр Ходоровский кстати является также ну вот таким живым примером того что творчество является исцелением и то что через тву мы быстрее всего исцеляемся и мне рассказывали люди которые ну знают ну близкие друзья Алекандра Ходоровского я сам с ним лично не встречался хотя очень не попал когда был в Париже а его друзья говорили мне он Сильвий Накаш который ты знаешь она была его тоже очень близким человеком вот о том что психомагия психомагия суть психомагии исцеление через творчество и он использует этот метод для того чтобы помочь людям открыть свое творческое начало и через это исцелиться след к ему то есть по сути он является героическим творческим путешествиям в психомагии ты знаешь это вот магия души или что то важно понимать теснейшую связь с творчеством и искусством этого метода ну условно говоря психотерапии и не только ты знаешь на пути вот этого расследования пути творца так или иначе вот мой слуг куда я вот знаешь куда ни глянь везде все время на двух еще персонажей натыкаемся это Джозеф Кэмпбелл конечно постоянный каждый день вообще и еще чаще в последнее время это товарищ Юнг и вот оказывается что Карл Бустав Юнг он еще на самом деле он себя считал алхимиком а для того чтобы у него была возможность всю эту историю вывести на уровень науки он собственно это как бы камуфлировал разные формы и интересно что вот такое явление как арт-терапия я вот уже несколько раз за последнее время встречал в принципе как бы Юнг дал начало дал старт арт-терапии определил это как исцеление через как раз выражение творческое и он меня еще знаешь очень мне как-то тепло от того что он делал главный акцент на развитии воображения разными способами и методами вот слушай а ты знаешь вот если мы касаемся темы как раз я сделаю чуть-чуть хочется подправить давай чтобы не сохранить у слушателей участников впечатление что Юнг был на самом деле алхимиком но камуфлировал я цитирую тебя я думаю что прежде всего Юнг был человеком знания и он использовал все и религию и искусство и алхимию и психологию психоанализ для того чтобы выразить это знание глубинное знание которым он был наполнен да и одним из проявлений этого знания была аналитическая психология учения об архетипах коллективного бессознательного пути индивидуации то есть становление взрослым совершенным раскрытым человеком целым андрогином другим проявлением была арт-терапия Юнга который он сеял эти семена и конечно же мы знаем что его диссертации или диплом по-моему был посвящен парапсихологии до того как он познакомил с Фрейдом он горячо интересовался вот этими явлениями то есть для него не было запретных пятен он не был упёртым учёным который говорил вот только это правда только если логика только если мы можем объективно наблюдать и в этом собственно говоря и был суть его конфликта с Фрейдом который был более склонен к тому чтобы превратить психоанализ в строгую науку именно поэтому изгонял всяких бесов своих учеников которые там плели какую-то ересь с точки зрения у нас друзья остается 15 минут до конца эфира хотелось бы какие то вопросы услышать зрителей если есть вы пока пишите вопросы а у меня ещё есть такой момент мы говорим про исцеление через творчество про арт-терапию касаемся великих имён и хочется ещё поговорить про выгорание творцов потому что это же очень такой серьёзный момент например Лу с самого детства из творческого рода она вокруг себя видела всегда творцов это и друзья семьи и педагоги и семья сама и много видела разных сторон не только невероятные взлёты ещё и так же сложные ситуации и вот такие явления как ушла муза и как её вернуть например или как реализовать своё творчество как это соединить или значит это позиция что я вообще творю для себя а не для людей ну и а не для других я вот выражаю то что я должен выплеснуть выразить вот эти вот все явления на пути творца и это очень близко про выгорание психологически про выжженные поля вообще и про уход из жизни в том числе и про нищих совершенно творцов которые не знают как вообще с этой энергией справиться как ты думаешь вот интегральный подход здесь насколько вот методы интегрального подхода Кена Вилбера применимы к нашему вопросу сейчас я вот как-то вот так хотел хитро завернуть целостные подходы подход Кена Вилбера прекрасно в этом отношении работает но если посмотреть на большую карту связанную с выгоранием с проблемами с тем что мы видим записку от Музы ушла и не вернулась там да и не знаем когда она к нам придет они связаны конечно с тем что в жизни каждого творца существует вечный конфликт между открытой внутренней бесконечностью источником творчества бесконечным творческим ресурсом и неподвластным материальным телом через которое мы это выражаем и поэтому очень значительная часть жизни творца работы творца связана с сопротивлением материала чтобы тело было послушным чтобы руки бегали по фортепиано да так чтобы они выражали танец духа музыки чтобы ноги в балетном танце или там в провинционном танце там руки выражали вот эту суть и вешеную энергию чтобы выражал большую картину жизни со всей ее движением и связями и создавал гамму настроений каждый из которых создавал неповторимое послевкусие да то есть колоссальная материальная проблема связанная вот с тем что нам очень многое нужно преобразовывать преобразовывать в себе в своем теле своей энергии учить себя тренировать себя потому что все это неповоротливо и без тренажа без осознанности без дисциплины мы не сможем это выразить наш голос не выразит всех этих оттенков да наш глаз не увидит этого да вот этих возможностей и следующим как бы вот кругом вот этой зоны неповоротливых является другие люди материальная ситуация которая нам может быть не подвластна ну нет у меня этих материальных ресурсов например для того чтобы воплотить ты можешь быть гениальным художником кинорежиссером там да но у тебя нету продюсера у тебя нету поддержки у тебя нет того кто продвигает тебя и вероятность тает за исключением очень круга людей это тоже может быть большой причиной для очень тяжелых негативных переживаний как бы чувствовал себе силы необъятные как в русской классике да а нет в жизни оказался не востребован в жизни не получилось потому что не хватило сил не хватило возможности преодолеть и обучить себя свое тело чтобы оно стало совершенным инструментом духа не хватило кармы не позволило да там вот пойти дальше и воспользоваться ресурсами поэтому творческое выражение и связанность с ним творческая реализация успех и так далее отклик это очень сложный системный процесс именно поэтому интегральный подход может действительно который является системным навигатором по разным маршрутам жизни быть здесь использован для такого объемного понимания ведения навига и так далее но это не является чем-то эксклюзивным и многие выдающие творцы достигшие успеха являются самыми настоящими гениями интегрального подхода даже абсолютно не зная и не читая его книг потому что жизнь заставила быть интегральными целостными и мастерами на все руки иначе не получится да очень точно володь ты знаешь вот у нас когда мы затрагиваем эту тему мы ее все время с тобой которую я сейчас произнесу мы ее все время в конце затрагиваем у нас все время начинает матрица сопротивляться и связь начинает лететь можно попробуем еще раз давай давай попробуем тему конъюнктурности и вообще еще медийного рабства то что ты так называешь очень создаешь такую некую интригу в каждом нашем эфире мы никак не можем эту тему проявить потому что начинает связь слетать все трещит может попробуем сейчас это по-моему в рамках нашего вопроса это глубокий вопрос это боль вообще боль людей скажи мне пожалуйста что ты подразумеваешь под медийным рабством и что вообще творцу делать ну ты уже ввел эту тему на примере александра ходоровского я подхватил добавить сюда ницше о том что в каком-то смысле нам нужно выходить за пределы известного мира мира норм мира правил мира морали и законов привычных нам нужно идти в неизвестное да и поэтому мы превосходим мы преодолеваем и в этом смысле мы попадаем в мир безумия потому что новое в привычном мире всегда проявляется как безумие как неизвестное как необычное состояние сознания как то чего здесь еще никогда не было да если нам это известно тогда это не является новым и поэтому оборотной стороной творчества и творческих актов всегда является вот это близкое соседство с безумием с опасностью не только с нарушениями норм но и возможным нездоровьем то есть прыжками вот в те области и недаром с древнейших времен почитайте платона например у него мы найдем 4 вида безумия насылаемых зевсом аполоном дионисом и эросом эротом да разные виды и тот же платон говорил о том что творчество приходит нам в человеческое измерение через богов но оно соседствует очень тесно с безумием откройте жизнь замечательных людей да там буквально в каждом втором томе мы найдем массы историй связанных с моментами безумства или почитайте дневник одного гения Сальвадора Дали сколько безумств было в его жизни и чего там было больше безумия или нормальности поэтому конечно это чрезвычайно важная тема то есть тема испытаний творца тема путей творца тема вот тех великих сражений которыми каждому творцу необходимо одержать победы и я говорю вот обобщая немного о том что каждый из нас вступив на творческое путешествие героическое да обязательно встречается за смертью смерть это есть не что иное как финальная абсолютная граница всего и вся это не просто нормы это не просто правило это не просто законно это предельная граница всего и вся это конец это полная абсолютная тьма невозможность и так далее то есть абсолютная граница и поэтому каждый творец обязательность стремясь реализовать открытую в себе бесконечность творческое начало вступает в решительную схватку со смертью и в этой схватке да он обречен стать победителем познать что такое мир по ту сторону смерти по ту сторону добра и зла и в этом смысле творчество само по себе есть преодоление смерти каждый реализованный творец преодолел смерть конечно я говорю не о физическом преодолении смерти да мы все смертные как говорил великий тибетский учитель тартантулкуримпоче даже самый совершенный буддистский храм даже самое красивое человеческое тело все еще принадлежат сансаре и сансара разрушит их не не беспокойтесь жить тысячу лет не будем говорит отец Леонтий да в разговоре с Эдуардом Сагалаевым все помрем поэтому но мы передаем человечеству свои открытия и свой танец бесконечности через произведения да и вот когда бесконечность сияет в нашем творчестве в наших произведениях это и есть преодоление физической смерти и любой конечности да мы стали дверями к этой бесконечности для других людей второе великое испытание и схватка которое нам необходимо обязательно вступить и выиграть это конечно схватка с безумием и об этом мы тоже немножко поговорили и безумие очень сложно понять и как вы знаете у меня там целая целая стратегия вот этого танца и путешествие безумие обратно связанное и с кораблем дураков и со словарем безумия и с играми идиотов и с ритуалами и процессами так что это не слова это реальное очень такое важное объемное путешествие испытание и конечно же нам всем нужно с одной стороны уважать глубоко уважать человеческую жизнь уметь быть нормальными то есть быть обычными нормальными людьми во всех аспектах нашей повседневной жизни и в то же время победить свою собственную нормальность да и не быть ее ограниченным то есть по ту сторону добра и зла вот эти три великие схватки которые каждому из нас нужно в нашем творческом героическом путешествии конечно выиграть Володь тут очень интересный вопрос если мы заложники материальной и телесной матрицы зачем тогда вообще пытаться что-то творить если это обречено в чем замысел творца создать такое противоречие в жизни творца а я не говорил что это обречено я говорил что существует вот этот конфликт который мы преодолеваем становляясь вратами бесконечности но это всегда сложная вещь каждому человеку нужно выражать вот через эти через это тело через эти материальные измерения свою бесконечную да свободную творческую душу Володь у нас остается две с половиной минуты тут мне кажется очень классная плотная беседа получилась сегодня как и всегда в принципе вы все ведете по самые самые края кто-то из наших зрителей пишет даже что хочет теперь после этого эфира к тебе учиться кто хочет учиться друзья как Володь можно об этом узнать я сам как человек который уже полжисти Володи учится рекомендую homorealitas.ru человек реальный homorealitas и там мои личные обучающие программы кстати вот вы прошли программу шестинедельную путешествие героев вот об этой главной энергии нашей жизни пути героев а следующее в феврале будет как раз программа о творцах и о путях творца запиши нас пожалуйста записывай нас конечно как и всю команду на самом деле ребята наша команда путь сердца по секрету вам мы часто у Володи учимся и проходим разные всякие штуки это кстати не реклама Володи это просто искренне вот поэтому на самом деле у нас вот есть вот эта матрица общение общение ДНК общение с нашими героями это вот видите у нас все очень так сплетено здесь и очень хитро свой проект путем сердца спланировали и мудро в то же время то есть системно это замечательно это пример также для других творческих людей как нужно свои проекты и жизнь вот так вот вписывать подстраивать организовать чтобы они приносили всем максимальное удовольствие и пользу спасибо за теплые слова кстати у нас очень скоро появится новый трансперсональный продукт клип мы сейчас один создаем скоро тебе передадим в пользование Володя наши проекты на семинарах ставит я очень люблю ставить да вот сейчас был семинар по шаманизму как эволюционной практике и там я конечно вашего шамана аехуаскера который поет с россиянами проиграл чтобы задать такую артистку подгоним спасибо друзья ладно друзья друзья благодарим вас обнимаем крепко обнимаем крепко удачи вам всем в раскрытии творческого духа пока пока друзья спасибо вам до встречи четко ровно час